Долгое время у ветеранов ядерного центра не было места, где можно было бы собраться большой компанией, обсудить важные вопросы, организовать праздники и концерты. Открыть здание для досуга ветеранов решили еще в 2018 году. С тех пор и начали реализовывать проект. И вот спустя три года у ветеранов появился уютный досуговый центр. Мы давно хотели этого, потому что ядерный центр, конечно, много очень внимания уделяет работе с ветеранами. И организованы территориальные клубы ветеранов, их пять. Идет очень активная работа в этих клубах. Но вот такого объединяющего дома, каким представляется сегодня Дом ветеранов, вот его не было. В Доме ветеранов есть место для всех. Совсем скоро здесь соберутся творческие коллективы и клубы по интересам. Будут организованы выставки картин и предметов рукоделия. Открытие Дома ветеранов особенно важно для тех, кто чувствует себя одиноким. Прийти сюда и поделиться радостью или переживаниями может каждый. Это великолепная возможность встречаться, общаться, проводить совместные мероприятия. Просто посидеть чаю, попить и попеть хором песни. Рассказать о самом сокровенном. Задать вопросы руководителю и услышать ответ на эти вопросы. Все это можно будет вот в этом Доме. После официального открытия и экскурсии ветеранов пригласили за праздничный стол. Со знакомыми и любимыми всеми песнями выступили творческие коллективы. Слиз гостей не сходили улыбки. Мне очень понравилась задумка авторов этой идеи в том, что вы здесь не гости. Никаким образом. Вы хозяева. А что хозяевам быть положено делать? Вам положено за этим домом ухаживать и создавать его. Обустраивать, украшать, чтобы в нем было уютно. В Доме ветеранов рады всем, кто хочет приятно и с пользой провести время. Здание находится на Сахарова-2 и работает ежедневно с 8 до 20 часов. Екатерина Шманкова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Сарова-24.